Из книги «Открытым оком», том 9, тема Лапкин, книги, вопрос 2213. В чем у вас главное расхождение с вашим родным братом отцом Иоакимом Лапкиным? Если его не будет, то что будет более всего разделять вас с новым вашим священником, отцом Александром Желтухиным, переехавшим жить в Потеряевку со своей семьей с шестью детьми с Урала и Сарафановым? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, я не просто по названию проповедник, но этим живу денно и ночно уже 41 год. Проповедь должна быть постоянная, разнообразная. 2 Тимофею 4.2. Проповеду слово «настой во время и не во время», «обличай», «запрещаю», «вещеваю» со всяким долготерпением и назиданием. 1 Коринфянам 9.16. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Если для человека эти слова апостола Павла не являются сродственными, то и человек тот мне уже настолько далек будет. Брат мой замечательный человек, хороший, добрый, но он продукт патриаршей, он оттуда. Даже когда проходили широкомасштабные занятия адвентистов по двадцать спорта, то он и туда ни разу так и не пошел, а папам там быть крайне полезно и вовсе не опасно. Но он не пошел и не говорит почему. А я знаю, тут две причины, и лично это неинтересно. Ему вроде бы и так хватает, и учиться уже нечему. И второе, прозаическое, боюсь. Боюсь рядового, боюсь высшего начальства, боюсь быть укоренным из низшего. Страх же есть я, моя сеть. Притча 29.25. Боизм пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. И он знает, что его могут где-то подставить, пошатнуть, как бы его авторитет. Михей, 7.2. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Он на занятия наши в университет не идет и в тюрьму с нами ни разу не попросился. Продавать книги наши, благовествовать, благовествовать по городу, по квартирам пойти. Это ему не надо. В этом плане он, как и все папы, доклый. Я очень критически к самому себе отношусь. Меня никогда не заносит слишком уж далеко. Потому как рядом мой родной Аким. Он сдерживает меня, укорачивает мой поводок. В этом его заслугам не чрезвычайно симпатичны только огненные, но в то же время кроткие и послушные, которые не дураломом рут. Галатам 1.14. И преуспевал в иудействии более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда мы проводим собрание общины после богослужения, случается, что не более часа бывает. Вот тут отец Аким ревнует, начинает явное беспокойство показывать. Затянул, однако, и то же, затянул одно и то же, сто раз повторяете без конца, длиннее богослужения. Мало того, на днях он еще лучше отчудил. Когда потребовалось на неделе поработать на территории храма, а как раз все на даче, первые числа мая 2004 года, то никто не откликался копать яму под туалет и прибрать территорию, распилить бревна, развести доски. Он послушал, вышел вдруг из своей келли и выступил. Вот когда я жил во Фронзе, и в Аптисты строили себе молитвенный дом, то я у них весь отпуск работал бесплатно, помогал им. У них община 2000 человек, каждый день человек 150-200 приходило. А тут два человека руки подняли. Это все ваши проповеди, вот результат этих проповедей. Конечно, меня это заело, и я ему отпарировал. Если бы не было проповеди, то тебе эту речь не пришлось бы говорить. Тут бы никого не было, и дома этого не было бы. Но на завтра пришло 16 человек. Это означает, что если у баптистов было 10% на работе от числа их прихожан, то у нас было 20% от числа членов нашей общины. Каждую очередь он ездит по монастырям, по святым местам. Меня это тоже беспокоит. Зачем ему это? Да скоро прозагнать. Засиделся, проветриться решил. Деньгами потрясти. Если есть минуты свободные, то иди на проповедь. Но он не пойдет и не ходил. Он чисто сегодняшний православный поп. Отца Александра не знаю хорошо, но думаю, что с ним еще много нужно трудиться, так как опыт у него почти никакой в деле благовестия. Но где соприкасался с ним, то противоречий не было. И абсолютно за такой закон, за скромную жизнь, за ранее вставание, за строгий устав в воспитании детей, чтобы человек не искал своего только, не было прямым. Я приемлю открытость. Если он в этом будет не таков, значит, столкнемся и крепко. В этом вопросе не может быть мира, но беспощадная, на полное изничтожение греха борьба. Прошу прощения. С комплексом вины встаю я с прихорошенькой постели. Не встал сред ночи на молитву для войны. В горячечном бреду на мель мы сели. Извинователь, соблуждая по горам, мыслишками и думами о мелком. И это на молитве просто срам. Презренный трус другим казался смелым. Простите, лицемерил безоглядно, когда других учил и наставлял. В словах приветливых, как часто при вкус яда. Осознаю, где ум хвостом вилял. Мои они, соседские детишки, ночами вдови сад опустошали. На помощь ближнему нерасторопно лишний. За счет другого пропускал соскалик. Прошу прощения у матери ушедшей. Неправотесты добушка рыдает. С насиженного места сгоняет лютый шерщин. В поклон земной канон Андреев давит. Что из того, что было только раз, по глупости юности беспечной. Прошедшее взглядываюсь нынче без прекрас, когда отчитываться тормознула вечность. Во свете Библии прошедшие страницы высвечивают иначе. И вовсе по-другому. Пред вами близкими позвольте поклониться. Прощением одевшись не предстать на гому. Не будьте человеком и зверьем. Пусть перелетные птицы насекомым. Они не знают, что, когда умрем, наш кислый виноград даст тысячи оскомин. Извинуватился до гробовой доски пред вами, кто меня кормил и привечал. Предсмертный час не умереть с тоски, рубившему в потьмах изгоряча. 3 июня 2004 года Игнатий Лапкин.